Самым примечательным, конечно, в нашем Суко, да и особенно на Кипарисовом озере, является это можжевельник, который нам даёт чистый воздух, и при помощи которого многие очень выздоравливают, приезжая сюда больными, а уезжая уже почти здоровыми. Но, в общем-то, конечно, можжевельник сильно очень очищает воздух. И вот наши горы в основном вот здесь изобилуют всякими разными видами можжевельника. Он не только одного вида, а разных вообще видов. Ну и природа тоже помогает очищению. Вот посмотрите, если видите, даже дуб тут уже начал раскрывать свои листочки, выглядывают. Ну и черешня вот вообще цветёт вовсю уже давно. Но, видать, не только сегодня вот она. Позавчера я приехала, она уже вовсю цвела. И я думаю, что она до моего приезда уже начала цвести. Но уже вот я третий день сегодня здесь. И вот запах от неё просто обворожительный. Прямо дышать хочется этим запахом. Ну вот, в общем-то, природа просыпается. И скоро здесь будет такая красота. Такая красота, когда все деревья станут зелёными и будут цвести. Потому как здесь раньше были сады. Ну, то есть дачи, да. Поэтому здесь много ещё деревьев осталось, которые плодоносили. Ну, яблони, конечно, груши, вишня, вот черешня. Даже есть одно дерево абрикосовое. Но я не знаю, в прошлом году вообще никаких здесь не было фруктов, потому что была засуха. За весь летний период ни одного не выпало дождя. Хотя в Круговую, там, в Анапе, в Геленджике, в Новороссийске, в Сочи, везде заливало всё. А у нас, сука, вообще не было ни одного дождя за всё лето. И когда мы раскрывали...